На страже порядка, подведение итогов минувшего года и установка задач на текущий. В Доме правительства Московской области состоялось заседание Государственного административно-технического надзора Подмосковья. В мероприятии приняли участие более 400 человек. Эффективность работы службы за три года выросла вдвое. Такой результат на заседании управления озвучила его начальник Татьяна Витушева. Деятельность в минувшем году велась в рамках принципов идеологии лидерства, озвученных губернатором региона. Так, одним из главных ориентиров в работе Госантехнадзора стала открытость в работе с населением. В 2015 году лично сама посетила и проинспектировала 32 городских округа и муниципальных районов, а также более 100 за год городских и сельских поселений. За весь 2015 год, благодаря таким объездам, было положительно решено более 380 серьезных, длительно нерешаемых годами проблем, поднятых жителями на личных встречах при инспектировании муниципальных образований. Действительно, 2015 год отработали неплохо, но Андрей Юрьевич сказал, что лучшей победой может быть только следующая победа. Поэтому 2016 год он крайне тяжелый, крайне напряженный. Мы понимаем и финансовое положение, и экономику в целом страны, экономику в Московской области. Но, тем не менее, это не убирает с нас задач работать на жителя. Работа в 2015 году велась по многим направлениям. Это и ликвидация свалок, и благоустройство территории, установка детских игровых форм. Большим подспорьем в работе управления стали многочисленные информационные ресурсы, горячие линии, электронные почты и все больше набирающий популярность портал Добродел. Чтобы повысить оперативность реагирования на жалобы и обращения населения, в Госантехнозоре сформирован специальный отдел. Он уже начал работу. В мероприятии приняли участие представители всех отделов управления, в том числе и курирующий Щелковский район. Свою работу инспекторы также оценивают положительно. Тем не менее, задачи на этот год ставят повышение эффективности. Наш отдел достаточно достойно выступил, не то, что выступил, а отработал в прошлом году. Мы показали неплохой уровень. У нас достаточно большое количество обращений граждан, отработанных. Около двух тысяч по всей территории, обслуженной нашим отделом, а по Щелковскому району где-то примерно тысячи обращений. На мероприятии озвучили основные планы на 2016 год. Это благоустройство дворовых территорий. Необходимо привести в порядок не менее 10% дворов в каждом муниципальном образовании. Будут продолжены специальные операции. Важной задачей станет и дальнейшая ликвидация свалок. У нас основные задачи – это повысить количество приведенных в порядок объектов. В первую очередь нам важно, чтобы Подмосковье было на 100% вычищено от мусора территории. Мы сейчас по итогам 2015 года 80% всех несанкционированных свалок, которые находились в труднодоступных местах и копились там годами, ликвидировали. Но 20% еще осталось, поэтому есть куда стремиться, есть над чем работать. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».